И нам говорили, не приезжайте, нам вы не нужны. Вообще вот тема, которая меня интересует, это тема нормального использования человеческого ресурса. Нет как такового ограничения между здоровым и человеком с ограниченными возможностями. Я тоже всегда думаю, блин, зачем я это делаю? Попробуй помочь другому, это ведь не сложно. Чем больше сопротивление, тем не больше, грубо скажу, прет. Счастливое детство должно быть у каждого ребенка. И ты понимаешь, что ты стоишь у истоков того, что ты раскрываешь вот эти вот особенности. Инклюзивные волонтеры – это волонтеры будущего. Мы меняем общество, да. Кто сказал, что будет все легко? Позди, все вот так вот надо. Пока я нужен людям, я живу. Я решила просто переделать общество, в котором будет жить мой сын. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я родилась в Москве, закончила социальный университет. Я поступила в аспирантуру, защитила диссертацию на тему включения детей-сиротов в волонтерскую деятельность. У меня был проект, где дети-сироты помогали людям с инвалидностью. 15 лет назад, когда еще тема волонтерства не была так известна, и тема инклюзии еще была не развита. Уже тогда я понимала, что, во-первых, волонтерством, когда люди друг другу помогают, бескорыстно, без чего-либо, когда это норма жизни, помогать другому человеку, вообще волонтерство делает чудеса. И как раз дети-сироты на тот момент, когда общались с детьми инвалидами, они приезжали к ним домой, гуляли с ними. И дети-сироты чувствовали себя нужными. Потом я работала, ну, меня пригласили, ну, после как защитила диссертацию, меня пригласили работать в волонтерский центр по подготовке волонтеров к Сочи. Причем именно к паралимпийским играм. Когда ты видишь паралимпийцев, которые делают невозможные вещи, которые даже здоровый человек вообще не может, и что действительно нет ничего невозможного. И как раз-таки в тот момент мы уже почти, ну, и должны были ехать в Сочи, да, то есть уже был конец 13-го года, и вот моя сестра София Линнелли, она мне предложила создать фонд. Изначально мое первое образование медицинское. Местуд я не успела, то есть я не то, что не успела, я повалилась в первом туре. И чтобы мне год не терять, я пошла учиться на косметолога. Я отучилась на косметолога. Потом вот эта перестройка с 91-й год, с медициной вообще не понятно, что происходит. По распределению я не попала, то есть я вообще не пошла по распределению, потому что я хотела выше идти дальше, я не хотела медициной работать, мне нужно было вот выше. Чисто внутренне биться, скорее всего так. У нас на работе был сотрудник. Я еще не работала ни при фонде, я еще не училась на социолога. И вот у нас женщина работала, у нее был сын ДЦП. И вот она именно данную работу, когда приводила, честно, мы старались избегать. Честно. Не хотели понимать, то есть мы хотели это все понять, но было страшно. Как бы вот слава богу, знаете, как у всех людей. А вот жизнь так перевернула, что, как это называется, скидываются теоретипы, и ты думаешь по-другому. Советский союз прошел, началась Россия, у нас начался заработок. И все, кто мои подружки, девчонки, мы все оказались в банках. Вот все медики были в банках. И мы вот в этих банках работали, зарабатывали деньги. Я еще закончила какой-то ПТУ, даже, не знаю, номер, чтобы вот именно стать бухгалтером, валютным кассиром, потому что все равно нужно было образовывать дипломы. Вот так я проработала. Работала я с отцом. Всю жизнь уже на международных выставках. И в конце концов я стала ресторатором. У меня 15 лет был ресторан свой. И он у меня был на международных выставках. Как бы это по-любому социальная площадка. И, наверное, от природы у меня есть такой дар. Я чувствую, что хотят люди. Я даже в ресторане у меня был аншлаг всегда. Всегда. Потому что огромные выставки. Ко мне уже все приходили. Я уже английский выучила. Я уже меню на английском печатала. То есть уже такой процесс. У меня было, знаете, как будто ко мне в гости приходили. Я вот принимала. И сама еще участвовала в готовке. И сама за бар на столько стояла. И продукты я покупала сам. У меня еще образование. Я менеджер государственного муниципального управления. Я все-таки закончила университет вообще другой. И самое главное так интересное. У меня диссертация, диплом, защита диплома была. Именно тема по развитию детей, раскрытия талантов пока не в еще маленьком возрасте. Корректировать. Чтобы их направлять уже учиться по правильному русле. И не тратить их время и силы. И вот такая у меня была тема диплома. Мне и в аспирантуру предложили дальше пойти. Но я это работала. У меня ресторан. Мне некогда об этом. А потом же я все потеряла. Я все потеряла. А когда я все потеряла, это надо осознать. Потом у меня еще было бесподие 17 лет. И, понимаете, такие переоценки. Жизнь дает такие вещи, когда ты все переоцениваешь. Анализируешь. В первую очередь анализируешь. И когда вот этот бардак в голове у меня разобрался после трех лет. Глубокая жесткая депрессия, наверное, я так могу сказать. Жизнь учит. Вот. И я после смерти отца решила открыть фонд. Потому что очень много несправедливости было вокруг. И я думаю, с этой несправедливостью бороться нет смысла. Надо просто работать. Моя работа все поставить на свое место. Ребята, за инвалидность нужна полноценная, достойная, простая жизнь. Человеческая, простая жизнь. И меня так это поразило. И так меня это вдохновило. Что вот после вот этих всех предприятий. Вот мы решили, ЗУЛИ, именно акцентироваться на повышение качества и уровня жизни ребят с инвалидностью. И так же развивать инклюзивное общество. Кому-то инклюзивное общество вам расскажет. Это полноценное общество, где нет его разделения на здоровых и не здоровых людей. Этот фонд я открываю, открываю потихонечку. И когда я говорю, она сидит, юрист говорит, а как назвать ваш фонд? Я говорю, ну все там имени детей. Я говорю, ну давайте Искандер. Она такая, стратегические названия нельзя. Я говорю, да, у нас в раке это Искандер. Я такая сижу, думаю, а что делать? Я думаю, я такой депрессией. Я говорю, вот я с пепла встала, заново дышать начала. Вот порядок в голове навела. Три года. Я не знала, как раньше вообще дышать. Понимаете, я задыхалась. Я дышала вот урывком до такой степени. Я себя добила. Вот по-другому никак не скажу. И тут я говорю, а можешь сказать, что я вот люблю жизнь просто? Люблю жизнь. Он такой, нет такого. Раз и все. И называют, люблю жизнь. Логотип. Я сама рисовала лично. Это импульс сердца. Ловите импульс моего сердца. Все. Я люблю жизнь. Как бы ничего ни было, я ее люблю. ЛОтип. Я люблю жизнь. Я люблю жизнь. Я люблю жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 и их дети. И вот бабушке было на тот момент 75 лет. И мы когда за ужином собирались, они рассказывали, что она с большой гордость говорила, что я волонтер такого-то фонда, мы собираем деньги, мы помогаем кому-то там. Для нее это было гордость. Я когда еще приехала в 2010 году, думаю, у нас почему на бабушке никто не занимается волонтерством? Ну как бы да, могут бескорыстно помочь соседу, но это как бы немножко не волонтерство, то есть такое, какое-то целенаправленное, да, то есть обдуманное волонтерство у нас такого не было. И вот я уже тогда поняла, что вот серебряное волонтерство, это как раз таки тоже исцеляет общество, да, потому что очень многие, даже по своему отцу скажу, когда он ушел на пенсию, у него был стресс очень большой, потому что был как бы начальником, и когда все, ты никуда не идешь, тебе никуда не надо, никто тебе не звонит, и ты не знаешь чем заняться. И вот как раз, слава богу, на тот момент появились эти олимпийские игры, и я его вовлекла вот именно в эту деятельность, и он быстро, ну как бы, перешел вот, и сейчас в свободное время, да, то есть он постоянно помогает, что-то делает, в каких-то мероприятиях участвует, но для него это было, ну, очень прям исцеление того, он до сих пор, уже сколько лет прошло, всегда вспоминает самый лучший момент в моей жизни, то, что как бы я, как будто бы вернулся в Советский Союз, потому что там все друг друга, люди, ну, поддерживали, да, вот такие-то все улыбчивые, ну, волонтеры, они изначально, да, они все доброжелательные, все помогают друг другу, и ты понимаешь, что это не какой-то вот рай какой-то, да, то есть где вот люди друг другу помогают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Когда мы занимались проектом Сочи 2014, я тоже была очень глубоко беременна, и я родила как раз-таки на Олимпийские игры, то есть 7 февраля моему ребенку было две недели, а через, ну, как бы, паралимпийские через месяц, ну, что делать, думаю, ну, как бы, я столько готовила, столько хотела, и я с маленьким ребенком поехала, и со мной, ну, поехали мои родители, потому что они были серебряными волонтерами, они прошли тоже все отборы, ну, моя родная сестра, мой муж, мои, ну, все знакомые, потому что я тогда была настолько горела вот этой темой волонтерств, я всем рассказывала о том, что вы можете вот быть волонтерами такого мирового события, которое будет раз в жизни, да, в твоей стране, и мне кажется, я заразила всех этим волонтерством, потому что там и были и мои одноклассники, однокурсники, там, какие-то коллеги, ну, только где-то, где-то я что-то рассказывала, они регистрировались, проходили все этапы отбора, и вот, ну, почти все, ну, многие прошли эти отборы, да, и мы поехали туда. Так было смешно, когда мне муж брал отпуск, да, на две недели, чтобы быть волонтером в Сочи, у него там хорошая, там, высокооплачиваемая работа, они говорили, ты что, ненормальный, ты тратишь свой отпуск на волонтерство, иди отдыхай, езжай там на курорты какие-то, у тебя маленький ребенок, вот, и они такие говорят, ну, ты один едешь, что ли, волонтером? Говорит, нет, с женой, а что, говорит, ребенка маленького оставляйте с бабушкой, дедушкой? Говорит, нет, они, говорит, тоже едут, он говорит, у вас нормальные люди в семье есть. Мы выезжали, да, из, ну, как бы, в Сочи, мы выезжали всей семьей, это было как-то для нас еще какая-то семейная вылазка была. Ты присутствуешь одна среди, там, 70 тысяч, там, не знаю, сколько там в зале зрителей на церемонии открытия-закрытия, вот эти спортивные соревнования, и то, что ты ощущаешь вот эти эмоции, то, что люди, и действительно, это был праздник души, как бы, и неизвестно, в жизни будет такое больше или нет. Я очень рада, что это на моем веку случилось, и я могу вот своим детям рассказывать, показывать, то, что вот у меня есть вот эта волонтерская карточка. Да, что я сопричастна была к такому событию. Спасибо. 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 Счастье должно заключаться не только в нашей жизни в деньгах или вот то, что мы устроились хорошо на работу, а в том, что мы занимаемся делом каким-то и нам это нравится. Это вот как раз разрушение стереотипов, что люблю эту фразу, что инклюзивные волонтеры – это волонтеры будущего, то есть сегодня вы помогаете нам, а завтра мы уже помогаем вам. Я познакомилась с Нелли Софиулиной и тогда я поняла, что быть волонтером и нести пользу – это очень круто. Почему? Потому что много хороших коммуникаций, потому что то, что знаю я, не знаете вы и наоборот, потому что я у вас у всех чему-то учусь. И у вас прекрасная леди, и у вас модный джентльмен с зеленой челкой. Волонтерство – что это такое? Это время, что человек, например, отдает, это что у нас безвозмездный труд, это какая-то творческая составляющая, это креативность. Поэтому здесь мы должны сейчас обсудить какие-то основные ключевые моменты вообще волонтерской деятельности и уже через обсуждение с вами придем в внимание, кто же такой волонтерский волонтер. Волонтерство – это время. Американский опыт, скандинавский, ой, не скандинавский, шотландский опыт, австралийский опыт смотрела. И там, конечно, тоже есть интересные такие кейсы, которые хотелось бы применить и у нас в России. Но мы пошли немножко своим путем. Началось все с музея «Бессонница». Директор парка тоже мой друг Андрей Витальевич Лапшин. И поэтому я к нему пришла. Я после декрета, он меня не видел три года. А креативить я люблю. Он знал меня в работе, какая я. И он доверился мне. И он, кстати, отдал мне прокат коньков зимний, спортивный рёдер, под мой проект, который назывался «Артлаб». Все началось с «Артлаба». «Артлаба». Тепра. На воде. Это психоэмоциональный разгрузочный мастер-класс. Это у детишки к нам приходит. Это у нас буква эта. Библия, знаешь, была ангелочки, видите, спят. Но у нас мастер, который сам это всё льёт. Дима называется «Артлаб». То есть это обучение каким-то, ну, рементам, вроде говоря, да, научиться. Конечно, не в профессиональном плане, а в основном досуговое. Хотя для кого-то это станет, может быть, и профессиональным. У нас был музей. Потом я начала по парку высвистывать, по друзьям художников, скульпторов. И все вот эту площадку заходили. И мы начали культурить общество. Мы первые мастер-классы выставили, гончарный круг, то есть какую-то эстетику показывать. Люди гуляют и что-то понимают, получают. И мы же сокольники, рядом три вокзала. Тут такая, знаете, территориальность получилась. А в лесу, в парке, не в парке, а в Лосяном острове, МГГУ университет, где студенты за всероссийной инвалидностью учатся. Вот как получилось. И они попадали к нам в арт-клаб сначала, перед тем, как попасть в институт. И вот эта интеграция получилась. Мы сразу же сделали пандус, мы не делали проблем ни с чего. Мы из палетра сделали пандус. И все со вкусом, все на качестве сразу же. Не лишь бы сделать, а все качественно. Даже если у нас произведение искусства, это должно быть качественно, а не развращать людей. И около меня начали собираться очень много молодежи с инвалидностью. Мы то чай, то тусим, парк открытый, мы сидим хихикаем. То есть не замечаем ничего. Вот у нас обыкновенно простая жизнь. Это 14-й год. А люди, которые гуляющие в парке, они не могли это даже видеть. Представляете, вот психологически как было тяжело. И они у нас как от бомжей. Вот так вот, фу, ой, ой. И я это видела, реакцию. И тут у меня, знаете, как боец. Я начала еще больше в эту сторону людей давить. Психологически, так, социально. Мы начали фестивали проводить. Мы начали тусовки там, пикники проводить. Всякие мастер-классы, конкурсы проводить. И вот волонтерство у нас уже начало развиваться потихонечку. Инклюзивное. У меня ребята-колясочники. Я говорю, иди, экскурс веди. И он по музею ведет экскурс. И все к нему колясики наклоняются и спрашивают. Пойдет этот эффект. И мы видим, это все просто практика идет, как тест. И этот тест так вылезает, что он так востребован стал, что у нас павильон в 15-м году, вот этот арт-лаб, он просто, мы получили второе место за развитие, волонтерское развитие культуры в Москве. И мы решили, что мы пойдем только таким путем. То есть только культурные, будут культурные волонтеры у нас. А потом сами ребята говорят, а давайте мы еще это сделаем, а давайте мы еще это сделаем. И мы начали и в спортивное волонтерство, и в социальное волонтерство, и в событийное волонтерство. И мы поняли, что вообще границ никаких нет. И начали развивать. У нас прям были мероприятия в неделю, 3-4 мероприятия. Причем мы и в музей выезжали. Там мы с музеем Победы делали в музей для всех такую акцию. С музеем Бахрушина мы тоже делали для детей мероприятия. И наши ребята, они помогали, допустим, детям маленьким с инвалидностью. И опять-таки выезжали в школу-интернат, где дети с инвалидностью учатся. И они маленькие, там 6-7 класс. И наши ребята, у нас молодежь в основном 20+. И тоже был такой симбиоз очень хороший. То есть когда к маленьким ребятам с инвалидностью пришли большие, и они увидели, что они такие крутые, что они умеют делать какие-то мастер-классы, могут их развлекать. То есть мы как раз по Новым год к ним приезжали. То есть они рассказывали о том, что жизнь продолжается, и вы можете реализоваться как только хотите. Меня зовут Екатерина Борзых. Мне 21 год. Я из города Морозовска, Ростовской области. С фондом я познакомилась в 2018 году. Когда я еще не переехала в Москву, но у меня уже была очень активная жизнь. Я там в лагере летний ездила, тоже в съемках разных участвовала. У меня была задумка быть волонтером. Но в наших городах маленьких это как бы не развито совсем. И я не понимала, насколько это вообще возможно. И как только я попала в Москву, я вот сразу попала в эту колею, чему я очень, конечно, рада. Ребята не отходили, спрашивали, какие-то личные моменты уточняли. А наши молодежь, наши именно волонтеры, они тоже себя почувствовали, что они настолько им нужны, что они уже, по сути, пример для подражания, что это не просто какой-то человек, а уже чего-то достигший человек. Если ты ставишь себе какую-то задачу, и ты маленькими шишками ее преодолеваешь, ты идешь к ней, то все сбудется. И, наверное, для меня нет чего-то материального или чего-то такого. Для меня важно просто, чтобы все были здоровы, все у всех было хорошо, а все остальное можно достичь самому. И не важно, сколько времени для этого понадобится. Я тоже делала исследование, почему именно люди с инвалидностью хотят быть, ну, какая мотивация у них. Большинство из них, они отвечали, что мы хотим быть нужными, мы хотим быть нужными людям, потому что, как правило, они чувствуют себя за бортом. То есть, да, поддержка есть, какие-то условия создаются, но вот прямо того, что ты действительно нам нужен, как не как абуза, ты нам нужен, потому что мы за тобой ухаживаем, потому что ты жил, а потому что ты можешь что-то дать в общество, да, то есть, и вот это вот самое первое, ну, большинство ответили именно вот это вот, быть нужными. Тема инвалидности и тема инклюзии волновала меня на протяжении всей моей жизни и волнует по сию секунду, и она меня волновала и волнует так сильно, что я пишу диплом, дипломное исследование на тему инклюзивного волонтерства. И к Зуле и Нелле я пришла с определенной целью. У меня была цель одна – преддипломная практика. Буквально вот неделю назад защитила диплом по своей очень сложной теме. Мне очень повезло, что, к сожалению, очень мало изученная данная тема, и поскольку я защищалась последней, мы очень все устали, мне очень повезло, мне не задавали никаких вопросов, потому что сказали, что мы в этой теме не разбираемся, и поэтому мы вам вопросы, Марии, задавать не будем. Для меня очень важно, что я все-таки смогла защитить диплом во многом, очень, очень во многом благодаря Зофии Алимджановне. Она направляла меня, находилась рядом. Мы вот недавно с ней говорили, что я точно знаю, что если бы не она, я бы до финиша не дошла, потому что много, всякое бывало, и было, что и хотелось, я и руки опускала. Нет, нужно было идти, сдаваться никто не учил, и во многом очень благодарна своим руководителям, своей команде, своим друзьям, и Зуле и Нелле, конечно, тоже. Я на себе, и на опыте своих друзей знаю, что к инклюзивному обществу нам еще идти, идти, идти очень долго, я считаю, потому что и доступная среда, и не только доступная среда, и отношение к людям с инвалидностью, оно все-таки в наших городах, в нашей стране, на мой взгляд, остается желать лучшего. Субтитры создавал DimaTorzok У нас есть волонтер Паша, вот он сегодня придет тоже, вы его увидите. Я поел. Работу в фоне, люблю, это очень замечательно, а когда все, друзья, это самые разные люди. меня Паша вдохновил тем, что он, во-первых, имеет такую тяжелую форму инвалидности, он сам говорит, куда мне подъехать, он каждый день звонит, спрашивает, так, сегодня уносите мероприятие, куда ехать, и мы понимаем, что для него это очень важно, быть, опять-таки, нужным. И первое время я даже не знала, чем его занять, то есть я думаю, ну вот, ну чего-то он придет опять, что ему можно дать, какую работу. Потом я поняла, что он может, он у нас убирал, на субботниках собирал листья, то есть мы даем ему, и он там клал в мешки. Потом он, мы этот, после того, как там, как правило, мы пьем чаем после мероприятия, остаются чашки, и Паша идет мыть чашки, там, собирать баннеры, пожалуйста, без проблем. То есть я поняла, что его действительно можно, ну, привлечь, и самое интересное, что первое время я хотела ему помогать, а потом я, ну, и в какой-то даже момент злился, что так он долго там это делает. А потом я поняла, что ему даже помогать не надо, просто оставляешь, да, он делает чуть дольше, чем все, но тем не менее, он делает это очень хорошо. Я в 2016 году приехал на фестиваль в Сокольнике. И там двое дня фестиваля было, а потом все разбирались и дочь пошел. Единственное, кто остался мне помочь, это Паша. И мы убирали 60 столов парковских, кто сидели, работали, и 120 лавок. И мы с Пашей под дождем вдвоем, два часа, вот это все друг на друга, Паша на коляске одной рукой, и я сзади. И вот так мы все убирали. Это было чудесное время, интересное. Вот охотно мы познакомились. Дождик был такой страшной силы, что даже вот эту площадь затопило, где сейчас каток лед в Сокольниках, по щиколотку было. Я там на всех камерах, там же камера по паркам. Я говорю, смотрите, смотрите, учитесь. Мужикам охранники шутят, ни один охранник не подошел. Вокруг нас трое охранников сидели, смотрели. Я говорю, спасибо вам. Мы стали еще крепче, сильнее. Спасибо вам, что они пришли, не помогли. Я не ожидал, что жизнь дает подарки. Надо саму желать, все как здорово. Такие подарки получились. И вот он с нами уже с самого починства начала. То есть он всегда нам звонит и признается в любви, о том, что спасибо вам большое, что вы есть, что вы мне помогаете, что я волонтер. Для него это горд, это звучит гордо. Я волонтер. Я хотел, нужно быть людям. Нужен людям. Пока я нужна людям, я живу. Я двигаюсь, постоянно куда-то езжу, что-то делаю. Он говорит, я приеду. Я говорю, я одна, я говорю, я твою коляску уже не могу в багажник положить. Он пошел колеса, пусть на тебе колеса снимаются, я разбираю, кладу. Но я его тоже учу, я же не вижу, что... Я знаю, как ему тяжело. Но когда он на своем настаивает, я его тоже проучил пару раз. Я говорю, не приезжай на мероприятия, далеко. Говорит, нет, я приеду, я приеду. Он приехал к закрытию. А я говорю, у меня машина груженная. Я говорю, иди обратно. И он, кстати, он к нам приехал в 6, и потом он домой поехал, было в 11, приехал уставший. А я говорю, вот твое хочу, вот отвечай за свое хочу. Теперь, когда я ему говорю, не приезжай, он не приезжает, он приказ привалит, что я его пущу вот специально. Я ему покажу. Я говорю, вот ты можешь к тебе отвечать. 1 июня, активный гражданин был в лотофаке Горького. Там такой классный флаг Горького. Я помню тот факт в своем детстве, когда там пели голубые. Такой вид был очень интересный. Колесо это, а позаиде, колесо позаиде. Я так не покатался на нем. У меня было мечта идиота. Покататься на колесе позаиде. И прям он очень переживает, когда у нас что-то не получается. Там если нам не выиграли грант какой-то. И он, как же так? Мы же такие дела делаем. А вот почему же мы не выиграли? Почему же это? Ну, то есть вот он, мне кажется, самый наш вот такой вот символ того, чтобы не отчаиваться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok День города. День города. Парки Сокольники. Я люблю этот парк. У нас там даже живые домики есть. Парки Сокольники. Такой парк классный. Я люблю Сокольники. Были гонки, ралли. Паша не водитель. Его посадил штурманом. Он у меня чуть пешком не побежал, когда я начал ругаться, когда он меня не туда завез. Парки Сокольники. Он окном открыл. Тебя выпустит. Он такой драйв, мы такой драйв получили. Я психанула так, что мы ушли с рейса, то есть мы вернулись. Раньше всех к финишу пришли, за полтора часа раньше. Нам даже кубик такой, самый маленький, да, за веру в победу. Я говорю, Паша, я тебя сейчас убью. Он говорит, да, я выйду из машины, я домой бегу, отпусти меня. У него такой был драйв, что и я его прессую. Я же не вижу столько. Я говорю, ты куда завез? Ты что, стрелки не видишь? Вот в таком. Мы каждые секунды останавливались. Я говорю, держи. То есть вот так вот у меня забыло. Он, я домой, выпустите меня. Я ничего не знаю. Говорит, ну, он так ожил. Вы даже не представляете. Это, это новые друзья, новые люди. Они лучше работают. Я тоже работаю. Мы его научили варить мыло. Изначально же, да, мы хотели в творчество его. И он сейчас, допустим, это мыло варит и продает. Да, вот в соседнем магазине. То есть он даже уже зарабатывает на этом. То есть он может себе какую-то вот копеечку, но сам заработать. То есть он, по сути, самозанятый человек. Вот. Сейчас даже он не успевает мыло варить, потому что раскупает у него очень быстро. Мы ему уже готовый мыл дарим, даем, мастера нам дают на реализацию, и он его продает. И каждый день он говорит, я иду на работу. То есть он в соседний магазин спускается, ему уже все там его знают. То есть он действительно продает хорошее мыло и умеет это делать. Продаю все. Все. И игрушки, и замекалки продаю, и мыло там домое продаю. В чем самый главный смысл данного проекта? Объединять людей. То есть люди могут дать эту жизнь. Вот. Объединять людей. И инвалидов и здоровых. Самое главное любить эту жизнь. У нас миссия развития инклюзивной культуры в России. Чтобы развить различными проектами. То есть с помощью арт-лаба, с помощью школы инклюзивного волонтерства, с помощью у нас еще есть экологические проекты, патриотические проекты, патриот без преград. Таким мы в патриотику ребят с инвалидностью вовлекаем. И как раз с помощью этих проектов развить инклюзивную культуру и показать, что мы такие же, как и все. Все, кто по инклюзии работают, все же мы друзьями уже 5 лет. Мы инклюзию объединяем, друг друга поддерживаем. Мы вкусность создаем, вот это качество. Мы, в первую очередь, за качество, понимаете? Именно на таком уровне должно быть качество, чтобы он удовлетворился, он себя почувствовал полноценным, а не вот убогим. Бывают такие мастер-классы, от них убогим себя чувствуешь, понимаете? Когда вот этот пластилин размазывать надо, вот это все. Тут инновационность в том, что люди с инвалидностью не объект помощи, а субъект, то есть именно они помогают. Это вот действительно многие до сих пор не понимают, что такое инклюзивное волонтерство, и многие говорят, что инклюзивное волонтерство это помощь людям с инвалидностью. И я везде хожу, переубеждаю, что нет, это люди с инвалидностью будут помогать другим людям. Ну как? Действительно, таких вот люди все спрашивают, да не может быть такого, ну как они могут нам помочь? Я сама являюсь человеком с особенностями развития с инвалидностью, и, конечно, это вот становление было, ну то есть вообще понимание, кто такой инвалид, и какие у них есть возможности, как их можно развивать и так далее, что это такие же люди, как и мы все, это было с рождения. В нашей семье вот эта тема инвалидов, она идет как бы с рождения, я как бы всегда участвовала в мероприятиях, в каких она участвовала, мы всегда вот с семьей в санаториях отдыхали. Когда я училась в медицинском, у меня же первое в медицинском образовании, у меня где были по больницам там профилактические вот эти диспансеры, у меня проходила практика, я ее видела маленькую, как с ней мама носилась, я это все видела, но я так и не понимала вот это все, но благодаря ее маме вот, ей можно пальчик поставить, вот, 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 понимаете, мы же лицо своих родителей, что родители не досказали, мы доскажем, поэтому вот мы Зулю нашлись, хотя мы троюжные сестры, но по духу, по мысли, по отношению к жизни, по честности, вот, мы с ней одинаковые. Конечно, ну, моя инвалидность не такая заметная, наверное, как у всех, но в связи с тем, что я всегда была с детьми такими, я всегда лежала там в больницах и дружила с детьми, которых там передвигались на колясках, на костылях, там, различными способами, и, наверное, 50% моих друзей вот только таких. Наверное, нужно с детства приучать к тому, что живут люди с инвалидностью. Мне вот очень повезло, я росла вот именно с такими моими дорогими подругами, мы до сих пор общаемся. У меня даже такая личная история, меня гипсовали, и когда я была сгипсована, меня мама возила на моей детской колясочке. и мои подруги, девочки, которые сейчас тоже выросли, уже тоже, свои семьи уже у них, они меня возили на этой самой коляске, и я так недавно подумала, вот, а им было, ну, то есть, они нормально воспринимали то, что они свою же ровесницу везут на коляске, и мы гуляем, и мы общаемся вместе. Я, например, на всю жизнь запомнила, что я иду, у меня не сгибаются ноги, и вдруг у меня в какой-то момент коленка все-таки согнулась, колени согнулись, и мои девочки стали хлопать подошьей и хохотать, что вот у нас Маша согнула ногу, какое счастье. Когда тебе мало лет, ты этого не ценишь, но оглядывая сейчас назад, это в самом деле счастье. Я в детстве никогда и не ощущала, что я чем-то отличаюсь от своих подруг, ну, если только тем, что когда мы играем в салочки, то очень обидно, потому что ты бежишь, тебя ловят сразу, а ты никого догнать не можешь. И, конечно, это повлияло полностью на мою жизнь, потому что вся моя трудовая деятельность, она была направлена на то, чтобы можно больше интегрировать таких людей в общество, причем именно не со стороны жалости, когда мы, ой, какой бедненький, несчастненький, потому что я знаю их потенциал, я знаю их изнутри, и понимаю, что они такие же люди, как и мы все, просто с какими-то особенностями. И вот эта идея, вот сейчас, я очень рада, что сейчас она везде звучит, инклюзии, о том, что мы все на равных, просто иметь в виду, что у каждого есть своя какая-то особенность, и все, то есть даже у любого здорового человека, условно здорового человека, все равно есть какая-то особенность, и просто к этому надо привыкнуть и понять, и вообще никаких проблем не возникает. Низуль всегда говорит, нельзя их жалеть, потому что, когда ты жалеешь, это для них только хуже, надо их подталкивать, чтобы они тоже ощущали свою необходимость, чтобы они чувствовали свою нужность в этом мире, что ты действительно видишь их эмоции, когда они помогают кому-то, что не им помогают, а они сами помогают еще кому-то, что ты действительно видишь, как они меняются, и что они намного жизнерадостные люди, чем люди здоровые, вот мне так кажется. Вот мы иногда как бы здоровые люди как-то более не ощущаем ценность здоровья, как говорится. Честно говоря, когда изначально проект задумался, я думала, что мы не сможем привлечь людей с инвалидностью, что они не захотят быть волонтерами. Вот это я закладывала как риск, но по факту получилось совершенно наоборот. То есть изначально я думала, ну хотя бы 20%, ну даже 10-20% будет людей с инвалидностью, а остальные без инвалидности. Сейчас у нас наоборот, у нас 78% с инвалидностью, остальные без инвалидности. Но опять-таки это тоже трудность. Почему? Потому что я поняла, что некоторые ребята без инвалидности не очень хотят быть в одной команде с людьми с инвалидностью. Потому что это действительно нужно знать, как правильно, чтобы человека не обидеть, да, и чтобы он не чувствовал то, что ты, тебе неловко с ним общаться. Вот действительно, вот сейчас мы сидели, общались как бы с Дмитрием, да, спокойно общаюсь, как будто с ним вообще даже нету какой-то границы, что он, ну, слабовидящий. Мне 47 лет, живу в Москве, среднее образование у меня медицинское, верхнее первое педагогическое. Я учитель, олигофрена педагог, учитель-логопед. Работал в разных областях, но все больше в педагогике, вначале как учитель, потом на административных должностях. Так у меня есть свои проекты, то есть я, например, выступаю с Паркером, с собакой-проводником в библиотеках, то есть на, в госуниверситете выступал, на фестивале наук, то есть рассказываю о том, кто такие собаки-проводники, что они для слепых, что они в жизни слепых, вообще рассказываю о подготовке животных, вообще через собак-проводников и через подготовку животных. Доношу до людей вообще какие-то мысли свои, которые хочу донести. То есть, да, делаю это в каком-то смысле волонтерски, бескорыстно. Я столкнулся с тем, что реальные возможности, как сказать, даже не то, чтобы трудоустроиться, а самореализоваться людям с инвалидностью, даже те, которые заканчивают высшее образование, очень часто это как-то не складывается. И меня вообще интересует эта тема, и вот я пришел в волонтерство, чтобы для себя раскрыть эту тему. Волонтерство, оно, чем мы хорошо, оно разное бывает, то есть это, понятное дело, там физически, может быть, не поможет, но он может помочь там профессионально, может быть, сдать какую-то консультацию, написать какую-то статью, сделать красивые фотографии, там, не знаю, просто, говорю, информационную, какую-то банальную работу, которую некогда выполнять, он будет лучше. И даже, ну, хочу сказать, что люди с инвалидностью, они делают, намного ответственнее относятся к своей работе и качественнее это делают. Да, может быть, сроки чуть-чуть будут больше, чем другие люди, да, сделать, но тем не менее, это будет качественная работа. Поэтому вот инновационность как раз-таки в том, что мы смотрим по-другому на человека с инвалидностью. Просто видно по их эмоциям, по их жизнерадостности, как бы, что это нужно для них, это необходимо для них в первую очередь, что они хотят. И они вот очень в этом, как бы, заинтересованы, замотивированы в помощи, как бы, другим людям, что они могут, на это способны. Просто, скорее всего, многие даже, не то, что там люди с инвалидностью, но даже и здоровые люди не знают, на что они способны. Тема, которая меня интересует, это тема нормального использования человеческого ресурса. Вот опять же, да, чтобы не просто так, там, для галочки, или для какой-то социальной активности, или из жалости, например, трудоустраивали инвалидов, или как-то что-то, чего-то. Вот. А меня интересует, вообще, как люди, вот, человеческое общество, как ресурсы, опять же, сохранных, несохранных. У меня так получилось, что я до какого-то периода был сохранным, потом перестал быть. Если, как вот, сравнивать это с техникой людей, так нельзя делать, но если, вот, сравнивать, какую-то аналогию провести, то получается, что вот интересные темы, ввод в эксплуатацию, там, техническая поддержка и, в конечном счете, утилизация, да. Вот, во многом, ну, эта параллель, она, какого-то, немножко жесткая, но я по-доброму, вот, говорю, потому что сам, как бы, являюсь человеком с какими-то там, так скажем, со сломанными функциями. Вот, вот эта вот тема, как общество использует людей, как общество использует и равных себе, и тех, у которых там, те или другие нарушения, вот, она мне интересна, потому что я вижу, что общество, с одной стороны, не дорабатывает, а с другой стороны, если бы приложить какие-то усилия, какие-то вот акценты расставить, пользы от инвалидов было бы гораздо больше. Когда человек с ограниченными физическими возможностями засиживается на одном месте, у него появляется апатия и депрессия. Когда человек вот нечаянно оказывается в коляске, в жизни его заставляет оказаться, он не должен себя потерять, да, психологически тяжело теперь жить, мало ли что будет. Если ты находишься в обществе, постоянно в каком-то окружении, где тебе рады, тебя там хотят слышать и слушать, то это очень здорово, поэтому очень классно, что есть такая возможность вот себя как-то проявлять. Мы людей лечим, мы даем понять ценность, что они имеют. Вот этот эффект очень срабатывает сильно психологически. А страхи, мы сами развиваем страхи. Страшно, потому что общество такое еще. Вот что страшно. Ну, скажу честно, раньше, когда, может, больше 10 лет назад, когда мы были волонтером еще, зули, мы начинали то, что, ну, помогали на каких-то мероприятиях, и когда люди слышали слово волонтер, многие не понимали, что это такое, и не понимали, как человек может, допустим, работать, ну, бесплатно, да, безвозмездно. Кто такой волонтер, да, который, ну, помогает делать что-то безвозмездно. И многие до сих пор, как бы, не понимают. Вот. Но, слава богу, сейчас вот эта волонтерская деятельность, она как-то очень, ну, приобретает масштабы, да, все больше там на государственном уровне, как бы ты это слышишь, МОЗ волонтер, как-то серебряный возраст, доброе серебро, как бы, у нас родители волонтеры, вот. Ну, я и детей своих, как бы, тоже привлекаю к тому, что быть волонтерами. И все-таки самое главное, человек, когда вас требует, он нужен, он живет. И поэтому, если он прекрасно понимает, что он может помочь, или что-то даже, просто его присутствие уже в помощь идет. Он свой внешний вид уже поддерживает. Это, опять же, раскрывает как-то в обществе, и, опять же, ты не закрываешься в себе, ты можешь, ты полезен другим, и тем тебе хочется двигаться дальше, и ни в коем случае не впадать в депрессию, не оставаться самим собой, а это для нас самое главное. Ну, действительно, нужное дело, именно вот не на верхах, а ты вот видишь, как бы, на практике, как это приносит, ну, какие-то вот результаты, да, и, в первую очередь, эмоции. Я тоже себя думаю, блин, зачем я это делаю? Да? И, а потом начинаешь вспоминать, вот, как бы, каждого, вот, опять-таки, вот, инклюзивное волонтерство, может быть, чем-то и отличается тем, что это штучная работа, мы работаем с каждым волонтером, и мы знаем историю каждого волонтера, и какие у него проблемы, какие у него там, не уряйца, наоборот, какой там радости, и мы друг другу стараемся поддерживать, даже если он не участвует в мероприятиях, мы все равно там поздравим его, там еще что-то, и вот эта вот, действительно, штучная работа, она, ты видишь, как человек меняется, как меняется его жизнь, как меняется его мировоззрение, и вот ты того же самого Пашу вспоминаешь, да, как он там изменился, как там ребят всех, кто вот сейчас труд устраивается у нас, и действительно ты радуешься тому, что, в принципе, ну, что какая-то толика в его развитии, все равно, ну, как бы, благодаря тебе, и они многие все говорят спасибо, там, многие вспоминают, говорят, ой, вот если бы я тогда бы не пошел бы, я бы не познакомился с кем-то, я бы не это, и там целая цепочка событий идет, и ты понимаешь, что ты стоишь у истоков того, что ты раскрываешь вот эти вот особенности, и, наверное, вот это вот как раз таки вдохновляет, вот эти истории ребят, потому что мы дружим с друг с другом, ну, вот облайкаем, да, там, в инстаграме, и ты видишь, что вот тут он что-то сделал, тут он преодолел, и вот, и никакой жалости, вот, ну, как бы к ним нет, только восхищения. Мы один раз эксперимент в 15-м году сделали, ну, как эксперимент, был патриотический кубок, посвященный памяти погибшим ребятам спецназа, там были вояки, вообще, там такие патриотические клубы, конторы были мощные, вот эти советские, ой, государственные вот эти вот все, и нам сказали, привезите ребят своих с инвалидностью, мы привезли автобус ребят, привезли где-то слабовидящих человек, 12-15, мы привезли автобус, у нас, наверное, колясочников тоже 15 было, и ДЦП было, очень разное было, ментальных там нарушений, мы тоже человек 20 привезли, и привезли слабовидящих тоже человек 15, и 12 патриотических отрядов, клубов, и, кстати, что мы сделали там, размиксовали всех, помешали, разные команды сделали, 12 команд, и они соревновались между друг с другом, это в Люберцах провели, это такое было, это что-то, их, например, спецназ, это одежду их переодели, настоящее оружие разбирали, стреляли, ножи кидали, я своих ребят, друзей, афганцев позвала с гитарой, вокруг, вы знаете, вот мы такой, а, еще в Домодедово я ночью поперлась на машине, фото-выставку в Абияр, и Афгана, настоящие фотографии, вы знаете, вот выставку, я сама ее обклеивала, там все дело, своих девчонок поэтов, ДЦП привезла, девчонок, полевую кухню привезли, я сама там девочек кормила, у нас есть Татьяна Чистякова, такая, она тяжелая, ДЦП, ее кормить даже надо, идти с ней держать ее надо, она даже стоять не может, ровно накачается, кстати, шатается, разговаривать она не может, ей тяжело понять, но она когда начала читать Ахматова, вот в этой раскрачке, в песне, и пацанов 300 человек, разные все, вот таких вот, и вдруг такая тишина, она просто поела, и стоит вот так вот в зале, и рассказывает стихи, через две минуты, так раз притихло, через пять минут смотрим, уже так вот тихонечко народ собирается, потом вокруг нее толпа вот так вот садятся, вот так вот, и она читала Ахматову, знаете, а стихи она может читать без ошибок, то есть, понимаете, вот с ее ДЦП, вот это ее и сама Финечка, и мы это использовали, ну, ребята такое счастье получили, что мы их в автобусе не заставляли петь, пацаны 16-18 лет, студенты первого курса, они пели, сидели, пели, и Саша Манжин, вот единственный, вот кто мне вообще, еще на эту энергию, он мне как бы утвердил, что я правильно иду, он говорит, Нель, он ДЦП, у него один глаз вообще там закрытый, нарушена координация, ну, когда он из пистолета своим одним глазом на вытянуто руках выиграл, а там нету, понимаете, там не смотрел, что ты инвалид, там наравне все выступали, то есть соревнования были, и выиграли команды, то есть так это было круто, и он говорит, Нель, я первый раз в жизни себя почувствовал, полноценным, я себя не чувствовал ущербным. Но моменты были такие, когда не понимали нас, то есть когда мы приезжали на какое-то мероприятие, мы заявлялись как люди, ну, с инвалидностью, и нам говорили, не приезжайте, нам вы не нужны, и было, ну, как бы, ребятам было реально обидно, и, ну, я им говорила, ну, вы не переживайте, мы меняем общество, да, кто сказал, что будет все легко, потихонечку, да, есть такие люди, которые не понимают, и будут говорить нам какие-то обидные вещи, но ничего страшного, на то мы и, как бы, первооткрыватели, то есть нам больше всех и достанется. Ой, задача, мне хочется, новые проекты, у меня их как, не то что новый проект, проекты наши все, они будут старыми, просто их надо уже трансформировать в другое русло, и надо выходить за рамки, распространять это дело. У нас директор фонда, да, она очень общительная, да, и она такой вот человек, который, вот ей, вот с любым человеком найти общий язык легко, и поэтому у нас, в принципе, из фондов, да, то есть мы тоже отличаемся от других, наверное, тем, что мы не видим конкурентов, да, в других вот фондах, каких-то, там, некоммерческих организаций, а мы видим партнеров, и у нас очень большая сетка партнеров, да, вот, благодари миру, подари любовь миру с нами, допустим, с комитетом общественной связи мы хорошо дружим, с МОС-волонтером, который вот в Москве у нас волонтерство развивают, сейчас мы с Департаментом труда и социальной защиты населения работаем, сейчас, хотя мы с Департаментом труда мы развиваем новый вид такого инклюзивного волонтерства, как помощь в трудоустройстве людей с инвалидностью, то есть наши ребята будут помогать ребятам, кто хочет работать, то есть где-то написать резюме, где-то сказать, какие мероприятия есть, ну и так далее, то есть мы сейчас вот разрабатываем этот проект, и вот уже включаемся в него, что еще вот мэр Москвы нас, это мэр Москвы нас грамотами, да, все время, ну, не обделяет, то есть постоянно благодарность нам выставляет, то есть правительство нас поддерживает, так, ну, есть тоже вот фонд «Медведь поможет», они нам дают игрушки, когда мы ездим, допустим, в онкоцентр, то есть мы ребят с инвалидностью берем, ввозим в онкоцентр, и они там проводят мероприятия, там, мастер-классы, и мы еще плюс раздаем подарочки, они нам дают игры, ну, игрушки различные от компании «Мотел», много мамы, вот наши соседи, мы тоже с ними сюда сотрудничаем, много детства есть, тоже такой фонд, организация, мы тоже с ними, они у нас на мероприятиях, мы у них, то есть мы вот, я могу, знаете, сейчас предочислять очень много в этих фондах, потому что мы со всеми дружим, и сейчас я знаю, что и ассоциация волонтерских центров, да, по крайней мере, у нас в России, уже направление развивается, сейчас уже методические пособия там пишутся, то есть мы как эксперт выступаем, да, с своими экспертизами по отношению этих проектов, и, ну, я очень, ну, как бы, вот сейчас я очень часто вижу, что, ну, как бы, в связи с тем, что это такой мейнстрим, да, сейчас, многие стали, ну, подхватывать, да, и вести эти проекты, и у нас наши даже друзья, вот, другие букварительные фонды тоже начали развивать эту тему среди школьников с инвалидностью, и мы только рады тому, что эта мысль развивается, чем больше людей будут вот развивать вот это вот, потому что действительно волонтерство, оно дает всем плюсы только, то есть не только даже, ну, вот, самим ребятам с инвалидностью, но и другие люди, они видят, перестраивают свое мировоззрение, понимают, что, а если эти ребята занимаются бескорыстной помощью, я тоже могу, и почему я это не делаю, да, то есть, и опять-таки, это тоже меняет мир в целом. Но самое, конечно, главное, для любого человека, да, это просто говорить, ты попробуй, попробуй помочь другому, это ведь несложно, потому что не пока, соответственно, ну, не попробуешь, да, ты не поймешь, нравится тебе это или нет, вот, поэтому я всегда говорю, ребят, пробуйте, потому что помогать другим людям, это очень круто, потому что добро всегда возвращается вдвойне. Познакомившись с нашей Гольфией, я открыла для себя, что елки-палки, они в самом деле очень любят жизнь, они живут с кайфом, они радуются, они очень любят свое дело, они помогают людям, и это для меня быть вот в этом движении, это величайшее счастье, как для человека, как для человека своей профессии, и как для человека с инвалидностью. Школа инклюзивного волонтерства 2021 должна быть официально открыта, и как на любом уважающем себе мероприятии у нас есть ленточка, и сейчас приятный момент, торжественное ее перерезание, и потом аплодисменты. Открытие школа уходимого. Ура! Ура! Мы открываемся! 20-21! Раз, два, три! Все! Школа инклюзивного волонтерства 2021 в Москве открыта! Спасибо! 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 Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!